Всем привет! С вами Айка и сегодня я снимаю для вас очередной мукбанг, как вы понимаете. Сегодня у нас сборная солянка, все самое вкусное, винегрет. Я приготовила, кстати, сама, купила клубничку, она теперь стоит чуть-чуть подешевле, роллы заказала. И давайте приступим. Позавчера я снимала видео и видео было не очень естественно аппетитным. Я согласна с вами, как-то все домашнее, как-то по-простенькому. И я прочитала комментарии, там некоторые писали, ой, какой неаппетитный мукбанг, смотреть не хочется, наполовину выключила, чем такое снимать, вообще лучше не снимать. Если честно, я отношусь к вам больше как к своей семье. То есть сегодня, например, у нас кошелек полный, мы открыли, например, классный такой стол и посидели, поели. А в другой день, например, у нас чуть меньше бюджет, ну, к примеру, да, или просто не было охоты идти что-то покупать. То есть я к вам отношусь как к своей семье, вот. И иногда могу позволить себе что-то такое простенькое. И читать такие комментарии, сейчас немножко обидно. Обожаю винегрет. Я приготовила винегрет. Через 15 минут замечаю, что внутри него есть петрушка. А я ее не добавляла. Как вы думаете, кто это сделал? Конечно же, мама. Мама всегда за зелень заставляет меня кушать зелень, хотя я ее не люблю. Давайте начнем. Вот такие вот роллы у нас внутри здесь. Рыбка. И вот такая небольшая шапочка. Это другая доставка, не моя любимая. Попробовала заказать из новой доставки. Эксперименты обычно не люблю. Но я сейчас попробую. Нормально. В комментариях увидела. Комментарий от девочки. Не помню, как зовут. И она писала мне, где-то, наверное, неделю назад. Спрашивала про мои мечты. Я вот вчера заснула где-то в 6. В 6, прикиньте. Я просто лежала вот так вот в кровати и мечтала. У меня часто такое бывает, когда я ложусь спать. У меня в голове тысяча мыслей. После того, как я получила вторую серебряную кнопку, у меня появилась мечта. И она, скорее всего, никогда в жизни не сбудется. Или сбудется, когда мне будет лет 90. Но в любом случае, я вот реально мечтаю об этом. На полном серьезе. Хотя мама говорит, это глупости. Но в любом случае, я вам расскажу, о чем я мечтаю. Я хочу бриллиантовую кнопку. Не золотую, а именно бриллиантовую. Конечно, я понимаю, что это из ряда фантастики. Что, скорее всего, этой кнопки никогда у меня не будет. Но все же мечтать, как говорится, не вредно. Я лежала в кровати. Лежу такая. И думаю, вот я ее повешу на эту стену. Здесь у меня будет золотая. Здесь у меня будет серебряная. А тут бриллиантовая. А утром, знаете, я как-то просыпаюсь и думаю, что я об этом так думала. Нафига я об этом мечтала. То есть ночью все твои мечты тебе кажутся реальны. Вот утром встану, как сниму видео раз, как сниму видео два. Какой-то интересный контент. У меня ночью появляется такое вдохновение что-то делать. Утром просыпаюсь, понимаю, все это фигня. Нафига это нужно. Нафига. Так пахнет клубненько. Короче, вот такие вот у меня мечты. Вчера проверяла упражнение у своего парня. Он же занимается. Проходит грамматику русского. И я вдруг, знаете, осознала, что я вообще не знаю грамматику. Вот реально я ничего не помню. Потому что я не повторяю. А память у меня очень плохая. И тут он мне пишет. Ну, это типа такой падеж. А я такая, ну, наверное. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Помните ли вы программу школы? Или уже тоже забыли? Иногда я думаю, вот, например, у меня дети. Дети ходят в школу. Дома надо с ними заниматься, делать домашнее задание. Я не в силах. Я уже ничего не помню. Я заметила, что у нас в Азербайджане большинство просто родителей отправляет детей к учителю делать домашнее задание. То есть, если у вас ребенок в начальной школе, вы еще оплачиваете педагога, с которым ребенок будет делать домашнее задание. Никто не хочет портить себе нервы. Я всегда думала, блин, вот если бы у меня будет ребенок, я буду с ним заниматься сама. Если взять мое окружение, можно сказать, в 80% все отправляют своих детей делать домашнее задание к учительнице. Для меня сначала, когда я только переехала в Азербайджан, это было немножко странно. Мне казалось, что это пустая трата денег, и почему нельзя и самой повторить, и как-то время утереть своему ребенку. А сейчас я понимаю, даже если у меня будет это время, я уже не помню так хорошо программу. А с каждым годом все это еще усложняется. Когда я работала, я замечала за собой, что у меня, например, процентные соотношения, такие вещи по математике у меня прям автоматически в голове. То есть я конвертировала из доллара в монат без помощи калькулятора. То есть сразу вот так вот точно говорила, сколько это будет в долларах, когда я работала. То есть какие-то навыки у нас, наоборот, приобретаются в процессе работы, а какие-то, наоборот, забываются. Например, мы покупали товар, и у нас для разных компаний была разная маржа. И в общем, себестоимость добавляли 15%, для какой-то компании, например, 5-7%. Все зависит от договора. В общем, добавляли маржу и отправляли предложение. Отвечали на запрос. Ну, а что-то я вообще не помню. Историю, ни одну дату по истории не могу назвать, ни один элемент по химии не могу назвать. Единственное, что я делаю в последнее время, это каждый день по 5 слов учу на английском. Завела тетрадочку. Пока что все пучком, все хорошо идет. Я запоминаю вроде как. Роллы очень вкусные. Такие бывают с крабовой палочкой, а это с рыбкой. Вкуснотища. У нас, например, жена брата. Она учительница. Она логопед и педагог. И у нее всегда очень много учеников. И это... Я всегда поражалась, думала, откуда у людей возможность. А сейчас я понимаю, например, человек, женщина целый день на работе, приходит домой, надо и дома что-то сделать, возможно, что-то приготовить. Вообще, я считаю, неправильно, когда все женские дела, например, домашние дела, лежат на женщине, и при этом она еще и работает. Я вообще изначально буду свою семью строить так, что если я тоже работаю так же, как и ты, значит, и домашние дела мы должны делать вместе. Либо нанимать человека, который в неделю один раз придет и берет. У меня у подруги есть подруга, точнее, она ее двоюродная сестра, даже не троюродная, все равно, в общем, это не важно. И, в общем, у нее маленький грудной ребенок, и она ходит с нами, гуляет куда-то там в ресторан и так далее, вот грудничок совсем. В неделю хотя бы один раз куда-то выбирается, такая ухоженная, красивая и так далее. И когда мы ей задали вопрос, что как ты так все это успеваешь и на кого-то оставляешь ребенка, она очень правильно ответила. Она говорит, ребенок не только мой, но и ребенка есть еще и отец. Правильно. Меня многие обвиняют в том, что я всегда за женщин, но на самом деле наша участь непроста. Особенно моя. Столько мужчин не хотят платить алименты. Например, новая жена говорит, ой, не плати. Пошла она. А завтра ты тоже можешь оказаться в этой же ситуации, не дай бог, конечно. Поэтому ребенок общий. Надо изначально показывать свою позицию. А то на работу сходи. На работе от работы, как и шаг. Приходи домой и еще пахай дома. Я поела, наелась. Было очень вкусно. Особенно роллы обалденно. Как клубничка пошла. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на меня. Пока.